В Бешкеке перед конкурсом на должности директоров школы имелось 61 вакантное место. Для того, чтобы пройти тест, достаточно было ответить на более чем 60% вопросов. Дильбара Рызбекова показала результат 73,8% и вошла в список 42 победителей. «С одной стороны, тестирование я прошла легко, поскольку на протяжении почти 20 лет я работаю преподавателям в УЗИ. Вопросов всего было 80. Тест был компьютерный с моментальной выдачей результатов. Я считаю, что современный руководитель образовательного учреждения должен уметь располагать к себе людей, правильно определять цели, находить пути их достижения». По Бешкеку для участия в конкурсе документы сдал 181 человек. Из них 49 претендентов предоставили их не полностью. Из 129 принявших участие в тестировании претендентов, трое не пришли. На сегодня в Бешкеке остается вакантным еще 21 место. «Некоторые школы были кандидаты, которые не набрали порогового балла. Эти школы опять будут вакантны. Буквально сегодня уже подписывают приказ о назначении директоров. А те школы, которые остались вакантными, на них опять будет конкурс. И опять будут подавать документы, опять тестирование и будут назначаться директора». По мнению экспертов, формирование профессиональных управленцев и возможность проведения кадровой политики путем не назначения, как это было ранее, а на основе конкурсного отбора будет способствовать улучшению образовательного процесса. «Во-первых, потому что мы до этого не знали, как отбираются и как назначают директоров школ. Это первое, только отбор. Второе, как они осуществляют свою трудовую деятельность. Вот первое, то, что не было конфликт интересов с точки зрения конкурс прошел без участия человеческого фактора. Вот это нужно отметить. Где есть, к сожалению, в последнее время человеческий фактор и всех госорганов, которые идут на должности. Это вот самый первый ласточка, самый первый шаг, и этому нужно последовать и другим госорганам. Назначение на руководящие, включая вплоть до Акимов районов». Отметим, повторный конкурс на оставшиеся вакантные места начнется в конце текущего месяца и пройдет по всей стране.